Приветствую, друзья! У меня для вас две новости, хорошая и плохая. Ну, начнем с плохой. Путин действительно решил править вечно. И одновременно хорошая. Приготовления к пожизненному правлению ведутся очень нагло и вызывающе, поэтому все-таки есть шанс, что граждане когда-то перестанут это терпеть. Вот что для вас является вызывающей роскошью для чиновника? Возможно, это дорогой автомобиль? Или дорогая недвижимость? Или частный самолет, особенно когда наемный менеджер госкомпании пишет на нем «Моя нефть». Ну, или, например, океанская яхта. Все так. Омерзительно, когда чиновники в бедной стране ведут образ жизни миллиардеров. Но что вы скажете, если государственный служащий за наш с вами счет строит себе личный хоккейный стадион, личную больницу или личный капитальный мост через реку? Как вы, вероятно, догадались, речь идет о Путине. Почему я начал ролик со слов, что Путин собирается править пожизненно? Да очень просто. Если человек рядом с официальной резиденцией начинает строить себе стадион, больницу и мост, то он явно не собирается покидать свой пост в ближайшем будущем. Путин явно окапывается на президентской даче надолго. План очевиден. Если все пойдет хорошо, то пригодится спортивный стадион. Если не очень, то персональная больница. Такие сооружения строятся не один день, эксплуатируются десятилетиями. А значит, ни в каком 2024 году Путин уходить не собирается. Ну и что же выборы? Для него результат уже ясен. Никаких сомнений нет. Посмотрите. Отвратительно и то, что многомиллиардное строительство для удовлетворения прихоти одного человека разворачивается в бедной стране, переживающей тяжелые времена. Смертность от ковида уже превысила полмиллиона человек. Нам правда в этот момент надо строить больницу для одного человека? Больше нам в медицине не на что деньги потратить? Или вот возьмем личный хоккейный стадион. Это прихоть, блажь. Это никакая не государственная необходимость. Мы уверены, что на это нужно тратить бюджетные деньги в ситуации, когда финансовые трудности испытывают три четверти российских семей. Ну я говорю уже три минуты, а вы еще не знаете, о какой больнице, стадионе и масте идет речь. Эту масштабную стройку журналисты МБХ Медиа обнаружили около главной путинской резиденции в Новоогарево. Новоогарево – это подмосковный поселок и одноименная резиденция президента России. Расположено Новоогарево на десятом километре престижного и дорогого Рублево-Успенского шоссе. Стоимость сотки земли в окружении сосен на берегу Москва-реки доходит до 70 тысяч долларов. Но купить самые лучшие участки земли не получается, даже если у вас есть такие деньги. Земля в этом месте принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у Федеральной службы охраны. И вот на этих участках и развернулась масштабная стройка. Впервые журналисты побывали на стройке в январе 2021 года. Но по словам местных жителей, строительство идет с августа 2020-го. Строят мост, вот вы его видите на фото. Мост капитальный, добротный. По словам специалистов, стоимость такого сооружения начинается от 200 миллионов рублей. А кто же будет пользоваться этим мостом? А давайте посмотрим, откуда и куда он ведет. Посмотрите на карту. Мост находится вот здесь. На южном берегу мост упирается в путинскую резиденцию и строительство на землях ФСО. На северном берегу тоже строительство и тоже земля Федеральной службы охраны. Саму стройку ведет тоже ФСО. Вот и документ из их переписки с местными жителями. Строящиеся объекты на северном берегу реки, по словам эксперта, могут быть терминалом, стоянкой или даже вертолетной площадкой для спортивных нужд. Таким образом, мы имеем мост, который одним концом упирается в путинскую резиденцию, а другим в земли ФСО, на которых строится то ли терминал, то ли спортивная вертолетная площадка. То есть мост предназначен для нужд обитателя резиденции Нового Агарева, а больше там никого нет. И стоит этот мост 200 миллионов рублей. Ну, возможно, нам просто некуда девать 200 миллионов. В бюджете слишком много денег. Тогда почему дети могут получить дорогое лечение только через подачу иска в ЕСПЧ? Нам точно так сильно нужен мост для одного человека? Или для обслуживания одного человека? Кстати, о деньгах. Вы заметили, что стоимость моста я назвал со слов специалистов. Это не потому, что журналистам было лень искать контракты на сайте госзакупок. Это потому, что никаких контрактов на сайте просто нет. Вот вся земля в этом месте принадлежит ФСО. Строит тоже ФСО. А найти контракты или тендеры невозможно. То есть увидеть стройку вы можете, а по документам ее как бы нет. Хотя документы должны быть в доступе. Конечно, ФСО может секретить закупки, если они составляют густайну или обеспечивают безопасность лиц, подлежащих госзащите. Но это же мост, а не путинский костюм со встроенным бронежилетом. Зачем же секретить смету на строительство моста? Ответ простой. Чтобы мы не узнали, во сколько нам обходится скромный и непритязательный Владимир Владимирович. Он ходит в костюме одного покроя, словно в спецодежде. У него пяток галстука в простые рубашки. А скрывать тут на самом деле есть что. Ведь помимо моста большое строительство ведется на южном берегу, недалеко от резиденции Путина. И это строительство, во-первых, во много раз дороже. А во-вторых, уж точно предназначено лично для Путина. Я подтверждаю, это так и есть на самом деле. Как мы понимаем, что это лично для Путина? Ну, это вот, извините, очевидно. Земельные участки в пользовании ФСО. Строительство в непосредственной близости от главной резиденции Путина. По словам участвовавших в строительстве инженеров, один из объектов, вот он на фото, это ледовая площадка. Другой, лечебно-оздоровительный комплекс с самой современной техникой, гигантскими палатами и кабинетами. И при этом больницы и хоккейный стадион будут связаны с Новогорёвым подземным тоннелем. Вот фото сплит-систем для вентиляции подземных этажей. А теперь вопрос. А кто, кроме Путина, может построить в таком месте строение такого масштаба? Ведь площадь спортивного центра 30 тысяч квадратных метров, площадь больницы 16 тысяч. Кто еще из числа жителей Новогорёвской президентской дачи так любит играть в хоккей? Кто еще собирается сидеть в этой резиденции до того возраста, когда больница может понадобиться уже очень внезапно? А главное, кто имеет наглость потратить на себя такие огромные государственные деньги? А как бы вам хотелось? Примерная стоимость всей стройки оценивается в диапазоне от 20 до 50 миллиардов рублей. Столько стоит прихоть одного человека. Почему прихоть? До ближайшего к Новогорёва хоккейного стадиона Крылья Советов ехать всего полчаса. С мигалкой быстрее. Но это не подходит для скромного госслужащего. Долго и неудобно. Лучше построить под боком и провести подземный тоннель. Ну и что, что стоимость небольшой стройки около одной из резиденций сопоставима с той суммой, которую правительство планирует отобрать у бизнеса за счет повышения налогов? Не на свои же гуляет, на бюджетные. Или вот строительство персональной больницы на 16 тысяч квадратов. Центральная клиническая больница при управлении делами президента – это лучший медицинский центр страны. И находится он в Крылацком, полчаса на машине от Новогорёва. Зачем тратить десятки миллиардов на строительство личной больницы около резиденции, если уже досуществующей рукой подать? А главное, как не стыдно тратить на свое здоровье миллиарды государственных денег, когда люди готовы сжечь себя, чтобы их родственники получили лечение? Конечно, на все это можно возразить, что нет прямых доказательств, что вот это вот все лично для Путина, что это его персональная больница и его персонально-хоккейный стадион. А мост вообще могут строить для работников ближайшего совхоза, чтобы им было проще и удобнее ходить в дорогие рублевские рестораны. Все это совпадение. На землях ФСО строительство может затеять любой бенефицар. Я являюсь бенефицаром. Но только бессмысленно пытаться играть высокие судебные стандарты доказывания с бандитами, которые захватили государство. Нельзя найти документы, если их просто не оформляют. Невозможно что-то доказать юридически, если нет правовой системы. Да и нет смысла. Путина столько раз ловили на лжи, на коррупции, на преступлениях, что доказывать что-то должен он. Вот у нас есть свидетельство того, что на землях ФСО в непосредственной близости от президентской дачи идет многомиллиардное строительство моста, спортивного и лечебного центров. Если это не циничное удовлетворение личных прихотей, прихотей засидевшегося во власти царька, то доказать это элементарно. Это элементарно. Пустите завтра независимых журналистов на объекты, предъявите всю проектную документацию, раскройте источники финансирования, порадуйте людей, которым все это богатство предназначается, и все станет ясно. А пока это не сделано, наиболее достоверной версией происходящего остается та, что в страдающей от бедности эпидемии стране 50 миллиардов рублей потрачены на личный мост, личный стадион и личную больницу Путина. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам!